Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по просьбе подписчиков сделал обзор на две баллоночки 5,6 метров от компании Salma River Heavy. Вот они у меня в руках. Действительно интересные модели, но почему-то крайне мало о них информации. Сразу говорю, баллоночки близки к силовому классу, либо такому речному варианту под хорошее течение. Заявленный тест у них 10-40 грамм. Выполнено из угля, ну, с моей точки зрения, порядка 36 тонн. Снабжены катушкой-держателем GINB-S6. Это такой популярный очень, наверное, из моих обзоров вы слышали. Очень на многих баллоночках он стоит. GINB-S6 недорогой держак. С такой, с ползуночком широкого диапазона, который можно в катушечку ставить, в держак ставить катушку, 3-4 тысячи даже, кому это нужно. Хотя это нет необходимости, но есть любители, поэтому я же вот с запасом наверх беру. Лепесточек хороший. Продаем мы с таким держаком баллонок, ну, сотни. Ни один человек не жаловался, поэтому можете смело, про держак никаких проблем здесь с ним не будет. По дизайну, как вы сами видите, такой черно-голубоватый цвет. Что интересно, в этой баллонке у нас идет хлыстик, да, на нем два разгрузочных подвижных кольца, вы можете видеть, для правильного распределения нагрузки, да. Дальше идет постоянное стационарное кольцо уже на втором колене и очередное разгрузочное на, ну, на втором колене, да, очередное разгрузочное. Но далее, как правило, у многих моделей идут уже стационарные кольца. Здесь же такого нет. Здесь у нас после каждого стационарного кольца на каждом колене идет, стоит разгрузочное, промежуточное подвижное колечко. Вот я вам показываю его. Следующая коленца, точность также. Видите, дальше идет уже комливая. На шестерке, которая вот у меня здесь лежит, с шестиметровой точности, так же. Для чего это сделано? В общем-то, для того же, чтобы распределить максимально равномерно нагрузку на бланк, чтобы очередное колено следующее загружалось. Это первый момент. И второй момент, это тот, когда вы ловите относительно тонкими лесками. Если колец у вас недостаточно на бланке, то бывает так, что леска прилипает к бланку. То есть здесь такого гарантированно не случится. И если кто-то с этим сталкивался, как говорят, и собаку на этом съел, здесь это вот удочка для вас. Здесь-то вы про это забудете, просто как страшный сон. Про прилипшую леску на бланк. Потому что люди ее обрабатывают, чем только можно. Уже вот туда не суются с такой проблемой. Значит, комплектуется вот таким чехлом, жестким. Приятный, жесткий, классный, классический чехол, который защищает кольца. В общем, добротный. На него можно наступать практически. Значит, по фактической длине я вам, наверное, скажу еще раз, если не забуду, когда разложу. Но, как обычно, я все измеряю сам. А фактическая длина, сами понимаете, крайне важный момент. Значит, фактическая длина 477 у пятерки и 574 у шестерки. Дальше замерял длину рукояти от центра катушка-держатель, ну и, соответственно, до торца комли. Она у них одинаковая и равна 53 сантиметров. Транспортная длина 140 у пятерки и 145 с учетом чехла, я говорю, у шестерки. Ну и самый главный момент, это, конечно, вес. 218 грамм весит вот такая пятерочка. Не могу сказать, что это прям суперлегко, но далеко не тяжело. Это хороший такой рабочий вес для удилищ такого класса, особенно с тестом 1040. И 309 грамм, это уже так, ну, некоторые могут сказать, что тяжеловастенько все-таки. 309 грамм это для шестерки, шестерка весит. Поэтому, если где-то вы видите другие веса или другие там какие-то характеристики, не верьте. Я вам гарантирую за каждую цифру, что я сейчас сказал. Значит, давайте, наверное, разложим сейчас, посмотрим строй. И вы сами увидите, что с балансом у этих баллоночек все в порядке. И даже при весе 309 грамм за шестерку, она просто изумительно лежит в руках. Вы сами это увидите, я просто сам на нее ловил. Правда, всего раз, но этого было достаточно, потому что я, по-моему, часов 5 или 6 провел на воде. В общем, посмотрим. Итак, разложили мы пятерочку у меня в руках. Первая на очереди. Очень приятно лежит. Сейчас я потрясу вам. Я беру вот таким хватом. Приятная палка. Я не могу сказать, что она там быстрая. Быстроватая. Средне-быстрый строй. Средне-быстрый. Приятная. То есть она хорошо будет держать течение. Хорошо придержка делать. Давайте нагрузим. Смотрите, как она распределяется. Вот полностью в горизонтали. Вертикали. Хорошо, да, отлично. Помимо того, что еще у нее большое количество колец подвижных на бланке, плюс еще такой строй, то есть она и акулу выдержит. Шестерка в руках. Точность такой же строй. Для шестерки приятно. Ничего плохого сказать не могу. Приятно она лежит в руках. Хоть и вес не сильно маленький, да, но баланс хороший. За счет этого палочка хорошо себя ведет в руках. То же самое, смотрите. Ну, даже вот сейчас я левой рукой держу. Помните, на некоторых видео я тоже левой рукой держал шестерки, там еле удерживаю. А здесь прекрасно. Итак, друзья, посмотрели. Ну, мне лично нравятся они. Действительно приятные палки. Классно сделаны. И что от них вот веет. Ощущение уверенности полной, что ничего там случайно не сломается, не развалится. А вот эти подвижные кольца на бланке, это, в общем-то, многим можно посоветовать производителям такие вещи делать, потому что действительно они очень здорово помогают при ловле. Обязательно крайне важный момент, это запасные части. Мы предоставляем две бесплатно, две запасных части в год, до двух штук. Даже если вы сами случайно там наступили, сломали как-то по неосторожности. В период действия такой акции только для людей, кто у нас покупал, и для подписчиков на соцсети. Посмотрите, пожалуйста, подробнее условия такой акции на сайте Multifish в программе лояльности. Плюс этим мы даем бессрочную гарантию на заводской брак на весь срок службы удилища. Все это, вышесказанно, не является публичной офертой, мы можем это закончить, такие акции в любой момент, но пока вот третий год уже это проводим, проводим их. Комплектуются, поставляются, точнее, удилища вот в таком чехле. Дешевенький, как говорят, клеенчатый, да, вот чехольчик просто на завязочках, но при этом неплохо, в общем-то, сшит. Я смотрю, нитки здесь нигде не торчат, но это больше транспортировочный чехол, поэтому по большому счету лучше, конечно, удилища возить в жестком чехле, их у нас много, поэтому кому нужно, обращайтесь. Кому понравился обзор, пожалуйста, поставьте вот такой пальчик, нажмите под лайк, что называется, поставьте, да, под видео и кнопочку подписаться. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok